Я, в очередной заседании нашего комитета противодействия ксенофобии, напоминаю, что в наш комитет входят различные общественные организации, национальные образования, инициативные группы, отдельные гражданские активисты. У нас достаточно свободная, неформальная форма работы. И работаем мы уже достаточно давно. Это значит, уже в беженстве. То есть погибло там, успели, смогли уйти через спецкатеринскую границу, и в городе, может, там рядом есть, там есть предстоительство Верховного комиссара Ормана по делам беженцев, там был разведан Палаточный городок, это сюжет из Палаточного города, оставшиеся дети с беженцами в этом нагере. Несколько месяцев пробыли на границе, буквально на 2 километра. Это кинотеатр имени Бакирова, по книге. Это здание было подражено, неизвестным кем, для частных регионов. Одно из пепосаженных зданий сгорело хреновское мое. У нас это очень центральная площадь, это, значит, задняя часть памятника заходила на побор. Основная масса была расстреляна, как я сказал, предыдущая, это за километр на центральной площади, бывший этот проспект свободы, он раньше назывался раненый. Так, вот до сегодняшнего дня, вот я раньше надо обратить внимание, что до сегодняшнего дня неизвестно, сколько человек был ранен. Официальные цифры называют 187 человек погибших, вот по неофициальным данным разно, от 1000 и более называют, да? А вот количество раненых до сих пор нигде не озвучено. Но все, кто воевал, был в армии, тогда же знают хоть немножко свои. В боевых условиях, где-то стрельба, обычно на одного погибших приходится несколько раненых. А вот раненых, к сожалению, неужели ни одного не было? Если даже официально с цифрю 187 человек умножать на 4, 5, 6, 7, обычно такая боевая история, раненых, на которых даже официально должно быть где-то 1000-1,5 миллиона. Подожженную машину, в том числе и военную. Центральный орган, который тоже противник, присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Продолжение следует... Похороны у нас погибших. Те люди, которые расстреливали, так называемые гвардейцы. Это тот самый палаточный городок, уже на территории Киргизии. Хорошо, что Киргизии буквально рядом, километров сорока, а ОШ находится от Анижана. Киргизии, которые за ночь дошли и перешли на ту сторону. И вот этот палаточный городок, электронный комиссарный, он проделал Киргизии. Ну, это уже акции протеста, люди в разных странах ежегодно проводятся в этот день, разные акции. Большая акция была 5 лет назад, в пяти летах, сегодня. Это уже государственные суда. Это вот те самые два агенции, которые спрятали. В центре находится кандидат президента Узбекистана, он самый первый. Начал в 90-х, были еще одинаковые голосования. Махам Александрович, писатель. И вот два брата находятся в тюрьме в Узбекистане, он еще один из сочинений за 16-й год. Я хочу обратить внимание, что весь мир осудил эти события. Но единственная страна, лидер государства, это не страна, это страна, нельзя сказать, это не правда, извиняюсь. Лидер государства, который поддержал Каримова, это, к сожалению, наш президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Страны Евросоюза в 100-х, в 11-х, в 11-х объявили в пересознанном новом рамке 12-й высших членов Узбекистана, в случае динистр МВД, генерального прокурора, динистр обороны и прочих. Запрещено Узбекистану продавать пола оружия. Но с некоторым временем эти санкции были сняты. Меркантильный интерес по всей Узбекистане с западом. Он поддержал морально. Через несколько дней, когда эти события были подарлены, он прилетел в Москву. И после разговора с Путиным, на пресс-конференции Путин сказал, что якобы по нашим президентам границы были подтянуты какие-то силы антиправительственным, что если в Анижане начали в Анижане, то это не в Канаде, это вошло. Это было спонтанно. Если 2 минуты не есть, а короткая история. Извините, я попрошу вас просто сделать короткое ведение, потому что вы рассказали о трагедии, но что была причиной для трагедии? Да, постараюсь коротко. Всем известно, что в Абекистане диктатурский режим, но никакая диктатура не может делиться, какой-нибудь тратится на фену власть. Пусть будет светская, пусть даже это будет и криминальная даже власть. Плюс в диктатуре то, что криминал в диктатуре почти, почти не бывает. Вот это адрес положительных садов. Основное, все она подавляет. В самом начале 90-х годов были подавлены политические структуры, я сейчас показывал одно из кандидатов к президенту. Потом были подавлены и финансовые структуры, такие как знаменитый Рустамбан до сих пор, он в тюрьме сидит, где-то 17-18. Религиозные течения, в том числе бывший муфти в Абекистане, буквально 2 месяца назад, умер в этой стране. Он был снят в должности, заложен осужден. И, наконец, все, вроде бы тише доклад, и вдруг тут появляется такое течение в Ислане, вот, видите, вот это течение, вот дальше его зовут Акрам, и появление Акрамийцы назвали, но это не официальное название, официально у них Браадарля, это переводит типа товарищей. Это, значит, типа коммунистическое движение только на религиозной почве, так скажем. Если в этой коммуне кто-то бедный, не может жениться, ему делать свадьбу, замуж, выдавать, выдавать деньги, замуж, выдавать, выдавать дом, вот такая типа коммунистическое движение. Акрамийцы. Браадарля, они официально Акрамийцы, исламские течения. Комуизм в религиозном, на религиозном основе, вот и все. И все, они с властью ничего не делили, и вот несколько лет они тихо-тихо, на фоне того, что везде экономика не развивается, вот Гастабайта сюда приезжает, знаем, да, везде коррупция, а вот эта коммуна тихо-тихо начала богатеть, там автомастерская, автосервис, где-то церковь мебельная, и вот коммуна, и все люди начали туда тянуть потихонечку, да, там, небогатые, но как-то денежки ведут, помогают, и авторитет резко наш крстили. Естественно, власти этой не понадобятся. И чтобы как-то их сломать, авторитет от коммуны, они, не знаю, зачем зацепиться, объедение 23 предпринимателей из этой коммуны, что они, якобы, нарушили налоговые контракты, какие-то налоговые контракты, и значит, их осудили. Ушел суд, месяц, там, больше, по-моему, 2, понижание. Я мимо сюда приезжал, видел, там даже милиции на улице не было, спокойно, они, кто их поддерживал, выходили со своими таблетками, стульевые, так в здание суда не пускали, они сидели на улице, человек 60-70, молодых, ребят, лет 35, средний возраст, скажем, и человек 20-30, девушек отдельно в кабинете, человек 20-30, их 7-8 человек, каждый день сидел, они не нарушались, суд шел каждый день, никакой милиции не было, и вот в последний день, когда уже в последнее заседание суда, там один из адвокатов, ну, один конкурный товарищ, в геройские отношения, он мне еще лично рассказывал, и с чего началось, значит, все, заседание закончилось, я ухожу как бы на приговор, и на вопрос законного адвоката, когда и где будет окрашен приговор, это зарвавшийся в суде, хлопая папку, подумаешь, кладя, где хочу, и когда хочу туда вошли, как бы наплевать, как он пошел на зал, и сразу, чтобы не пошел, значит, не будет открыто заседание суда, значит, приговор будет почти видеться в тюрьме, потому что в то время очень часто это было в тюрьме, и сразу, значит, никакого справедливость, значит, они были осуждены, если в тюрьме, они какие-то еще надежды маленькие были на справедливость, они не уголовники, что такое налога, у нас, если за налогу поступили, а там есть налога, капитала пошла, за налогу поступили, если там не светит 8-5 лет, они дома, по домашнему этим находятся, вот Василиева там сидела, там, два года, тринадцать километров, и так далее, вот, тут вроде ничего не палатки в жаре, естественно, видя, что не справедливость, они вечером поговорили, что делать, ну, будем освобожать своих, и вот они грузовую машину долбанули по воротам тюрьмы в центральном Нижамском городе, всех заключенных освободили, подороги захватили арсенал с оружием в двух местах, это милицейский ОТП с батолетом, ночь арсенала оружие, и рядом еще есть военная часть, там тоже арсенала оружие, два арсенала захватили, и с этим оружием освобождены в тюрьме, там тоже, где-то, если не ошибаюсь, где-то человек шевцов, по-моему, сидели, кстати, некоторые не униваются с тюрьмой, вы, кто-то, где-то не униваются, и вот эта масса, они прошли в центр, проходят в центр, подороги проходили через здание СНВ, бывший ПКВ, там был небольшой дом, там тоже были жертвы, и таким образом они нашли до администрации области, это больше комната здания полного трехэтажного, область полного семиэтажного, ну там, ну что там, всего несколько дежурных милиционеров, десятки лиц, они захватили это здание, вот, и с утра, в общем-то, на площади начали подтягиваться люди поддержку, уже в десяти годин, с этого дня, 13 мая, площадь была уже полностью человеческой массой, вот, 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 куда приехал, находящийся в отпуске прокурор города, Абдулла Адану Джон, он был в отпуске, мог бы не приезжать, золотой человек, очень хороший, первый раз хороший, который попался, и, к сожалению, его, эти события не принесли. Ну и его взяли в заложников, двух судей тоже приезжали, тоже хорошие ребята, их тоже лично знаю, тоже взяли в заложников, около 20 милиционеров, и пошли переговоры. Власть их тянула время, подтягивала войска из Ферганы, там десантники ферганские из Ташкента, гавадейцы, президента, кстати, гавадейцы президента, они набраны, если на такой отряд, из сирот и домостей, у кого ни каких родственников, вот они вот такие верные, Каримову убеют любого, они будут берут, главный, кто стрелял в этих гавадейцев. Вот, и, значит, они потянули в зале, как раз в кольцо город, и где-то приблизили к 6 вечера, восставшие думали, что идут на встречу, будут какие-то послабления, можно, в каком-то виду, выехать в Киргизу рядом. Вместо того власть, значит, стоит. Это огромное количество людей запущенных, они начали стрелять. Проехали на автобусе, насколько я знаю, и на автодвере, в одну сторону стреляли, и в другую. Но уже все поняли, что переговоры, это уже бесполезно, это тяжкое время, и вся эта масса поднималась, и пошли по центральной улице, больший транспект свободы, это сейчас будет Чурнал называется этот транспект, чтобы выйти из города, чтобы в сторону Киргиза выйти. Но где-то километра полтора этот транспект был закрыт ВТР поперек, и когда вот эта большая толпа, впереди поставили заложников, то есть двух судей, которых я лично знаю, прокурор, который погиб был, и где-то двух десятых милиционеров, которые в плену находились. исполняющие обязанности молодого парня, 2028 лет, начальник налоговой инспекции, он тоже погиб. Вот их заложники поставили, и вот, несмотря что где-то идут эти заложники, свои же люди, которые у прокурора, власть начал стрелять, как в 905-й год крова воскресения у Зимнего дворца. Аналогичная вот такая история. И первый поликлинист, естественно, свои же представители власти, прокурор погиб отбил, начальник налоговой инспекции. Ну вот эти судьи остались живы, я потом с судей этим разговаривал, а мотоконный фамилий был. Он маленький такой, я говорю, как ты живы остался? А я раз, сразу, первый же быстро влёг на землю, и вот несколько часов лет, прям велик. Все падали рядом, крикли. Вот потом прошел сильный дождь, сильный ветер, холод. И когда я до ночи, где-то в 12 ночи, я начал от ползти в сторонку, до тротуара выплылся, потом в горы, потом потихонечку ушел в Махалуя, и там домик и деталей дом на улице Бугаска. Не выходил домой, я здесь несколько часов беседовал, после того времени, да, там много чего интересного рассказал. Вот. Я у него спросил, там, вас там пытали, били там? Нет, мы сидели вот там, на трое даже опомнил этажно. У нас не стоян, коэффицийский. Один раз только прокурор города вывели площади, который погибли, вот была там человек, и у народа спросили, была ли права власть, что 23 человека были осуждены. Прокурор нам всем сказал, нет, они были невиновны. Но я человек подневольный, я выполнал приказ, и я вынужден был их санкционировать. Так что, такая не была. Вот. Ну, ладно, что случилось, теперь, значит, два слова должны сказать. Вот мы перенесли на будущее, мы сделаем какой-то круглый стол или дискуссию, должны мы, наверное, привлечь сюда таких юристов, международников, историков, политиков. Они должны сказать, что это? Это был ли геноцид или нет? Потому что в классификации по геноциду, там есть такой момент, если одновременно убивают группу лиц, одного этноса – это геннадзия, одного вероиспыдания религиозного – это тоже. И так далее. Тут как раз одного этноса, одного течения религиозного, акромия, два раза попало. Ну, с другой стороны, вот как раз мы сейчас с Александром беседовали, но если вот так везти к геноциду, то так кругом у нас геноцид получается. Как фашист. Да. Вот такой тяжелый вопрос. Подпадает ли это преступление под преступление против человечества? Тоже вот будем задавать в будущем вопросе. Ну, мы знаем все, преступление против человечества не имеет в будущем. Но если по нашей религиозной международной что-то скажут, это значит, хоть через 50 лет это будет обсуждено, так же как фашисты, и детская власть и так далее. История в своем время хоть в корректном рынке, потому что все впереди, но власть в Узбекистане не дают, это независимое расследование международной от Казахстана. Узбекистан, западная страна, депутатская страна. Поэтому пока власть в Узбекистане навряд ли это что-то будет наружу. Вот такие моменты. И последние, буквально 10 секунд. Помимо пострашки, которые оружие захватили, там очень-очень много было людей, основная часть женщин и дети. Даже просто люди, которые не имеют к этому отношения. Вот я сам подходил, мои подходили, даже вот если в кадрах нет. и очень много любопытных. Ну, лесна, тепло, детям, интересно. Это же не каждый день такая история бывает, да? Детям интересно, там с автоматами, то все там. Ну, очень много просто были, ну так скажем, катозеи детям, интересующие, прохожие, да? Там просто, что там говорят. И вот когда молотили, просто никакого отношения не имеющих в видеть, очень много женщин и детей погибло. Ну, пуля дура, она же не имеет. Они же так, просто у косят и все. А вот с БТРа там не просто пули, там же такие же большие патроны. Через несколько дней я подошел к месту массового расстрела этих людей, вот там стоят с двух сторон проспекта столбы бетонные от троллейбусных. Я подошел, но троллейбусных столб, приблизительно, вот, шириной, среднего человека, я взял высоту своего, да, и посчитал, сколько дырек. А дырки, вы знаете, пулевые, они как с монетами, а ДТРовские, как с ямами такие, насколько. Я посчитал в среднем от 7 до 10 дырек. Значит, плотность огня на тело человека от 7 до 8. Только от 7 до 10. А пуля одного ГТРа одного хватит, чтобы человек был. Да, 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 да. И очень много, так как безвинных людей погибло. Мы не знаем, прав ли они, не прав. Вот, я сейчас, вот, я сейчас студент учусь в университете, вот, я думаю, мы должны задать международное право. У нас преподаватели говорят, что если у народа не остаются иные конституционные пути справедливости, из-за диктатуры власти, то народ имеет право на восстание. Оказывается, это крайняя мера в международном праве есть. Скорость через месяц у меня экзамена должен сдавать. И это восстание будет уже как-бы легитимное, и международный сообщество его должны как-бы принять как закон. Это крайняя мера. Я не знаю, я не могу сказать, кто прав сейчас, в данный момент. Вроде, получается, и те, и те правы, и те, и те виноваты. Власть говорит, они нарушили закон, захватили арсинал. Да, они нарушили. С другой стороны, у них крайняя мера тоже. Ладно, и эти, и эти. Но, а зачем нужно было стрелять в женщин? Нужно было, как в чеческом варианте, Ладно, кое-что сделано. Сделать коридор. Кто к отношению не имеет, коридор, выходите. Женщины, выходите. Дети, выходите. Вот как операции у нас время от времени и сейчас бывали. Квартирую. А так, третьим атакователем, женщин, людей, какого террориста, чечни его не вышли. Выходите. Да, выходите. А нельзя было там тысячи людей сказать, женщин вместе выходить? Нет, да? Вот такие моменты. Поэтому, и последнее, да? Я вот попрошу всех участников комитета, гостей. Что бы то ни было, предлагаю, в связи с этим событием, в течение 10-летнего юбилея, с вашего позволения координатора, объявить минуту молчания. Что же мы можем снять с таким путем? Какое новое? Ваши и поэзии, если мы всем сняли, мы можем снять с этим объектом, Это основание. Не всегда будем снять с этим этим. когда мы будем обсуждать эти события, потому что с энергичными случаями мы имеем дело в очень многих странах. И в очень многих странах это большой вопрос, имели ли люди право на это сопротивление. И здесь есть особенный случай, это такое сопротивление, когда люди готовы применить силу. Это невозможно сравнить, например, с Тяньаньей или с событиями 68-го года, или с событиями 56-го года в Будадежде, ну и так далее. То есть примеров на самом деле очень много. Но вот по поводу Чечни я, наверное, не очень с вами соглашусь. Я вспомню просто события Беслани, события в Норд-Осте, когда целенаправленно уничтожалось мирное население. Так что, в общем, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить, и я предлагаю нам запланировать такое обсуждение и всем принять активное участие в поиске экспертов, которые могли бы высказать свое компетентное мнение по этому вопросу. Я думаю, что мы где-нибудь в июне, да, чтобы, да, чтобы нам надолго они откладывать и посмотреть на события с разной точки зрения. Кстати, вот я смотрю на господина Энгельса и вспоминаю Варшавское восстание в Генка. Как бы то же самое, та же самая история. То есть всегда это такой очень, очень тяжелый вопрос. И тяжелый вопрос, потому что до сих пор, например, не все международное сообщество, например, признает, признавая глокоз, не все признают, например, геноцид в отношении армян 15-го года. До сих пор это такая очень, очень контраверсная, очень жесткая дискуссия, на которую нету всех однозначного ответа. Наверное, очень важно, чтобы все международное сообщество нашло внятные, ясные ответы на эти вопросы, когда речь идет, во-первых, о практически уничтожении мирного населения, это первый вопрос, а второй вопрос, о праве на сопротивление, если режим нелегитимный. Так, у нас еще один участник подошел, по традиции тоже после нас представится. Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергеев. Я автор графических символов разных идей, идей свободы, равноправия людей, демократии. И вот, в частности, я предлагаю повеску дня внести вопрос о использовании и распространении графического символа идей равноправия людей, которые я у вас плавно провокав транспортированной капилитурой. Ну, сейчас, я думаю, что не мое слово, но если позже... Ну, это в разном, наверное, да? То есть вы пока раздайте, чтобы люди посмотрели. Так, и я думаю, с этим более или менее все ясно. Есть еще соображения по проведению этой конференции. Просто я попрошу всем давать свои... Ну, это не только антижан. Антижан, как повод обсудить более широкие проблемы. Это точно так же, как наш митинг. Это повод вспомнить обо всех депортированных народах. Не только о народах, а во всех депортированных народах. Ну, вот мы, я думаю, что мы сейчас... Если нет никаких замечаний по первому вопросу, то наша задача... Ну, мы это в частном порядке согласуем, да? Ну, в зависимости от того, когда смогут наши главные эксперты. Ну, единственное, что, наверное, до опуска, там, до июля, когда все разъедутся, кто на огороды, кто в Сочи, да, мы все-таки это попробуем сделать. Ну, и второй вопрос у нас как раз о, как мы договаривались, о нашем традиционном мероприятии, посвященном депортированным народам. И вот я не очень поняла идею насчет отдельных групп. Может быть, сначала проинформирует Игорь, какая у нас ситуация, а потом вы все-таки проясните эту позицию, потому что... Да. Я понял вас, Галяк. Смотрите, значит, ситуация у нас такая на сегодняшний день. 18 мая на площади 905-го года... Там же, где мы были... Т.е. в прошлом году. Согласовок наших медицинских численностью до 100 человек, с 6 вечера до 8 вечера. Почему нет? Потому что это... Просто это рабочий день, как мы понимаем. А дату 18 мая менять, ну... Невозможно. Невозможно, да. Это у нас... Юльфа. Да, 1905-го года. День памяти и компортированных народов у нас. На сколько человек заявлено? На 300 человек. В прошлом году было почему-то больше. Нет. То же самое было. Даже сразу. Да, видимость была такая, что больше, но... Нет. Нет. Так, Галяра, я вам прошу все-таки прояснить. Мы поняли насчет марша, но я могу сразу сказать, что не разрешат. Пошли в лучшем случае в митинге или в Щукино. То есть, в лучшем, в лучшем митинге, чем ничего. Нет. Здесь, наверное, на этом митинге об этом надо сказать. Ну, я считаю, вот сейчас тревожные вообще тенденции. Возьми к установке памяти и поставили. Да. Уже есть в Либинске. Уже поставили. А я отрицаю роль искать участие в руководстве войсками. Вот. Но, с другой стороны, тот дурон, который узнанился, мы не должны подтверждаться присягу вниманиями. Наверное, какой-то, какой-то, что все должны сделать. В этом случае. Да. Может быть, в начале. Нет. Это, пожалуйста. Это мы обязательно скажем об этом. Ну, что касается антисталинских мероприятий и репрессий, есть у нас 30 октября, куда мы все время ходим, к Соловейскому камеру, на Лубянку, где зачитываются именно расстрельные. Первое. Второе. Если кто не знает, и кто знает, мы забыли, я напоминаю, что у нас идет уже который год борьба за расстрельный дом. Это дом на Никольской, где была военная прокуратура, где в подвалах производились расстрелы. У нас там каждую неделю, уже третий год, проходит одиночный пикет, а иногда неодиночный. То есть к нам неодиночные уже запретили. Поэтому там проходит наш мастеренко каждый раз пикет. И, в общем, последнее наше достижение, первое, это то, что московские власти официально нам отписали, что да, не готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы там был музей. И второе, что директор музея УЛАГа сказал то же самое, что там должен быть музей. Это просто к антисталинской теме. Просто марш был бы замечательный, но, к сожалению, в этих условиях понятно. Я надо бы напомнить, что многие жертвы войны, в общем-то, являются, и те же самые репрессии, что были перед войной. Об этом тоже надо сказать. Да, конечно. Поэтому здесь эта тема, наверное, тоже очень большая. И тем более авторитарное режим управления у нас сейчас все больше авторитаризм начинает. Даже с элементами авторитаризма, я бы сказала. Да. Специалист по-другому. А ведь эта сверца надо, конечно, потихонечку сразу же сам прекращать. Галина Михайловна, наверное, в отношении Расстрельного дома нужно сказать, что самая большая победа… Микрофон, пожалуйста. Наверное, в отношении Расстрельного дома нужно сказать, что главная победа в том, что его не снесли. И не построили на этом месте какой-нибудь центр. То есть музея пока еще нет, но здание – это цело. То есть есть еще за это побороться. Если бы его не снесли, значит все. Я бы не говорю о том, что помимо того, что это здание памятное как связано с массовыми рейсами, это еще и памятник архитектуры, по всему прочему. Так что есть смысл его сохранять в любом случае. Пока вот это удается. Хорошо. Спасибо. Но вернемся все-таки к 18-му числу. Александр, пожалуйста. В общем, коротко я одно место хочу стимулировать. Я сейчас скажу четко сделать все получится у меня. Как историю. Я предлагаю, что в открытую и по наркому вроде бы, конечно, пока власть опасается продвигать идею Сталина. И самый главный способ, который сейчас, как мы видим, это сделать это под Сурдинку Великой Победы. И сегодня это наглое, дрогущее, дрогущее по низкому миллиону джипы на портах ресурс Стайна. Пойди, поделись. Попробуй на минуточку там профили там яблок нарисую. Вот. Я хочу вам очень по этому поводу, пожалуйста, сказать. Может быть, я не очень знаю, какие ресурсы, которые вы можете показать. Мне кажется, в 10-м этапе, в 15-м этапе, должен был собрать несколько человек, достаточно авторитетных людей, которым могли бы открытое письмо написать в общество, чтобы было бы понятно, о чем будет речь. Пример, который я бы оставил бы, знаете, есть такой известный калаш, калаш, набор фотографий из российских газет января 1942 года. Там повторяется великая победа под Москвой. И на этой страничке порядка 10 генералов, которые спасли Москву. Реально? Битву спасли. Там несколько фотографий. Среди них на третьем, четвернем месяце стоит гигантская фотография Власа. Представляете, с чего? И где-нибудь под юбилеем битвы под Москвой мы увидим. Убилить, снесут, раздержать, а кто прошел. Так можно проклонять. Честно, что он спас Москву. Ну, если бы вступили, он вот так себя покрыл. Я считаю, сегодня, когда портрет Кусат и Сталина вывешивают, абсолютно та самая история. Да, он воевал, но его выступление многократно, в Власа. Он погубил народу русского раз в 100-150 больше в вас. Вот, если вы собрали несколько людей в форте телевизии, я думаю, он изучал. Да, и я еще хотел добавить, вот среди депортированного тоже вот очень много мнений, вот русские, то есть, как сказать, нас депортировали и так далее. То есть, сводят режим Сталина. Фашизм, какого? Нацизм. На самом деле, русских тоже был немало депортирован. И об этом тоже надо сказать. Вот. И заявить об этом громко. Спасибо большое. Я попрошу Игоря, когда Аня придет, просто взять наши книжки «Преодоление сталинизма» и всем раздать. Потому что не у всех они еще есть. А эта программа, которую мы ведем уже очень давно, вместе с Мемориалом, вместе с Московской и Хельсинской группой. И, к сожалению, да, действительно, об этом право, Александр, сейчас происходит стремительный арест сталинизации. И, более того, в программных документах не только Коммунистическая партия Российской Федерации, но и Коммунистов России, это вот вновь зарегистрированная партия, более радикальная, Не говоря о национальном освободительном движении, так и о национальном, так называемом, об антимайдане, вот тогда ресталинизация, она в повестке дня. И, конечно, с этого надо бороться. Григорий, вот здесь еще. Я попрошу уйти немножечко от общих тем, потому что понятно, что они всегда у нас стоят за спиной, но все-таки вернуться к нашему митингу памяти депортированных народов. Значит, по поводу вот этого шести, идея сама мне очень понравилась. Знасть, у наших оппонентов, собственно, вот этот вот эгист, да, с бессмертным полком, который они в свою очередь тоже украли, ведь его у канала ТВ-2 на самом деле. Это не оппонентно. Ну, назовем их так. Я участвую, прямой. Да. Можно обратиться с этой идеей, опробовать, организовать, я, в принципе, могу поговорить с лифями. Это с комитета протестных действий. Давайте. Просто на ближайшем заседании будет, наверное, обсуждаться большое шесть московской. Может быть, просто сделать в рамках этого шести большую колонну. Вот. Я предположил есть. Пусть нас будет мало, но мы пройдемся. Можно как-то во время заявления показать, что это мы не продолжаем мероприятие Тверской улицы, а мы продолжаем Томскую инициативу. Да, Томскую инициативу. Я зафиксирую показать. А почему не продолжаем? Друзья мои, я как реалист, как понимаю, что ничего из этого не получится. Поэтому я призываю в первую очередь подумать о том, чтобы у нас как можно больше людей пришло восемнадцатого числа. Подробно. А кто другой? Нет. Вот просто это факт жизни, понимаете? Ситуация сейчас такая, что… Надо объявить вот об этом шести. А сначала надо с критетом протестных действий это обсудить, потому что реальные финансовые возможности пока будут… Да какие здесь? Здесь не нужно никаких финансовых возможностей. Каждый идет вот за счет совершенства. Как на нашествии, как раз по-бенечке. Сами свои фотографии печатают. Вы знаете… Еще раз возвращаемся все-таки к митингу восемнадцатого числа. Давайте… Я сейчас совсем маленькую реклуку скажу. Это уже про Сталина. Кто-то здесь мне сможет ответить. Он же у нас лежит пока на Красной площади. И вообще были какие-то движения, чтобы устраиваться? Лучший друг. Да. Мемориал мы тут говорить не можем. А то… Вот я сам сказал… Да, конечно, мемориал этим занимался, начиная с конца 80-х годов. Требователь хранить в другом месте. Ну, собственно, мы тоже ее поддерживаем. Как бы вам в зале не внесли? Ну, как всегда. На Сталине всегда батареи касается. Коллеги, что обеспечиваем мы со стороны «Яблоко»? Как всегда. Наша аппаратура, я думаю… У нас хорошо получается, когда мы музыкальное сопровождение обеспечиваем. Поэтому просьба ко всем. Какие-то песни, да. Песни заранее, да. Они есть. А что же? С свидетелями. Да, да, да. Обязательно. Всех общей. Нет, ну, крымские татары у нас как бы, да. Они, я думаю, с нами дружат так и так. И Гаяр обязательно им скажет. А что касается чеченской, индужской, карачаево-черкесской общины. Ну, какие немцы? Ну, СМА. Они все уже… Ну, это же нет где-то лечит. Да, ну, очень мало. Практически никого нет. Ну, плюс, я думаю, что я кого-то забыла. И надо просто список сделать. Да, поляки еще были депортированы, между прочим. То есть, сделают полный список. Я даже скажу тебе, у кого из авторов это и есть полный список. То есть, есть люди, которые этим и занимались. Мы с ними связаны. Ее надо пригласить еще. Я боюсь, что они опять не пропустят. У нас скажут, что другая тема. У нас, кстати, сохранилась у нас табличка. УСМА, вы ее забирали, комитет. Все, все есть. Значит, на нас плакаты. Плюс, если кому нужны плакаты специфические, пожалуйста, мы поможем изготовить. Плюс, я думаю, что мы попробуем в этих общинах, если кто поможет, мы будем рады, поможет распространить информацию. Ну, типа листовочек что-то. Что 18-го числа пройдет кто-то и кто-то. Ждем вас всех. Вот так примерно. Листовки будут до конца недели. Не, ну, даже обращается, что мы, типа Волгарова, будем так вот обладающие консультантары. Ну, прекрасно. Ну, тогда с вами созвоните завтра. И, да, пожалуйста, через Игорь это, да. Я думаю, что... Ну, давайте определим, кто будет ведущими. Ну, хорошо, я, ну, со мной. Я думаю, может быть, Кояру правильно будет? Нет? Да нет, но там уже есть еще. Нет, одной мне это неправильно. Всегда тут же команда откроем. Можно, да, примешиваться. Так, хорошо. Ну, и я думаю, что, может быть, как-то евреев подтянуть, нет? Практически. Они не были репрессивны, как отдельная группа, поэтому... Ну, как же можно? Вообще они были угрожаемы. Лагеря уже были построены, как вы прекрасно знаете, в начале 50-х годов. Может быть, вообще коснуться... Там, пятый пункт и всякие прочее. Коснуться темы можно, но делать везде колонны не получится, по словам, они как жупы в этот момент не были вписаны. А так нужно? Там должна прозвучать одна песня, и достаточно. Вот этого хватит. А на самом деле мне это хватит, что даже если вы выступите... Есть кому выступить? Нужно? Да, конечно. К сожалению, так нужно. Ну, давай, нет, давай так. Иначе... Ладно. Коллеги, я думаю вот что. Мы здесь начали вспоминать уже целый перечень народов, которые пострадали от депортации, значит. Уже начали сравнивать, кто больше пострадал, кто меньше. А я думаю вот как. Что вот этот день памятный, этот митинг в память о депортированных народах, ему стоит, наверное, придать такой вот акцент осуждения сталинской национальной политики. Да. Потому что, смотрите, на самом деле тут можно вспоминать и те случаи, которые явно депортации не называются, но они таковы были. Вот, например, вспомнили порядок. Я так понимаю, что речь идет о знаменитой операции обмена населением между Западной Украиной и Хромской областью Польши. Не только. Вот. Не только. Ну, не только. Но вот это тоже. Это тоже было по существу депортации. То есть, людей без их воли исключительно по национальному политику взяли и стали куда-то перемещать. Поэтому жертвами этой национальной политики стали очень многие люди. А вот проблема Нагорного Карабаха. Откуда она возникла? Она возникла от совершенно произвольного нарезания границ. Вот захотелось. Вот решение Кавказского... Кавказского груза. Захотелось вот так нарезать. Вот так нарезали. Вот уже двадцать лет там... Квакок поделился. Квакок поделился. Из-за того, что... Вот. Поэтому я думаю, что здесь акцент должен быть гораздо шире депортаций. Это не просто вот те события, которые произошли там с крымскими татарами, которые просто в один день взяли, посадили и повезли. Тут гораздо шире всего. Вот. Ну и последний. Что касательно, значит, возвращения культа Сталина, Александр Семенович, не так это и скрыто происходит. Памятники уже начали ставить в Липецке. И, кстати говоря, вот по поводу того, что произошло в Липецке, там же ведь на следующий день этот памятник облили краской и даже пытались полотком там свести. Так вот, что интересно, нашлись люди, которые развернули очень бурную дискуссию в соцсетях, что типа это вандализм. Вот поставить памятник Сталину – это не вандализм, а попытаться его убрать – это вандализм. И, кстати, по поводу обращения к интеллигенции и т.д. Это отдельная, конечно, задача, этим нужно заниматься, но стоит вспомнить обращение 1966 года по поводу возвращения… Тебе помнят это? В 1966 году 25 ученых и 9 советских искусств Советского Союза написали письмо Прежнему о том, что в Советский Союз, по их мнению, возвращается культ Сталина, и они против этого. Ну вот, видимо, прошло 49 лет, пора писать снова, потому что на самом деле в 1966 году, если эти люди увидели возвращение сталинизма, то сейчас происходят вещи, которые в 1966 году были невозможны. Никто никогда не рискнул бы поставить памятник Сталину в 1966 году, да? Никто никогда не рискнул бы нести портреты Сталина на демонстрации в День Победы. То есть сейчас происходят вещи много худшие, чем через 40 лет назад. Вот так вот. Григорий, спасибо. Еще раз я, коллеги, мы на круговых столах можем обсуждать это сколько угодно, но сейчас у нас идет… На заседании комитета достаточно практические задачи. Пожалуйста, тогда, как я понимаю, координатор у нас, как всегда, Игорь. То есть он со всеми с вами связывается, чтобы понять, сколько людей вы можете привезти, какие флакаты вы сами принесете, какие надо сделать, да, и кто с какими сообществами может связаться, а, пожалуйста, связывайтесь и забить. Конечно. Как русский раунд, конечно. Всем флаги. Пусти к нам. Да, пожалуйста. Я еще… Да и, может быть, микрофон. Запись же. А, да, запись. Да нет. А я бы еще хотел немножко коснуться такого щекотливого вопроса. То, что проблема крымских татар, она сейчас возвращается. Игорь Михайлович, знаете, какие-нибудь на меджлизы могли бы, то есть вместо того, чтобы обеспечить для них более освобождение, скажем, по отношению к тому, чтобы, может быть, возможно, политиковый народ, украинский власть, то у нас сейчас, наоборот, идет ужесточение только по отношению к крымским татарам. Вот есть эта тема как-то… Ну, а конструкция… Значит, здесь вопрос вообще неясный. Конкретно. Вот. Конкретно неясно. Потому что есть одна половина крымского народа – замеджилища, другая против. Так? Деятельность руководства меджилища, на самом деле, она действительно не давала возможности власти доверять этой организации. Ну, что, они говорили о создании, значит, крымско-татарского корпуса, так? Они всячески, это самое, призывали вообще игнорировать там, отказываться от паспортов и так далее. Вот с ними я лично вел диалог, понимаете? Но люди не вменяем, они выносят какие-то требования, которые слегка разбиваются. Ребята, что у вас было при Украине? У вас тоже ничего не было. Вот. Сейчас вам дали государственный язык, вам дали многие возможности, и вы от них отказываетесь, отворачиваетесь. То есть, весь вопрос, он очень сложный. Понимаете? Закрыт телеканал. Я согласен. Закрыт телеканал. Но, опять-таки, там, если узнаешь, что вокруг этого телеканала творилось, так? Я просил, дайте документы, по каким причинам он закрыт, не дай. Нет документов. Понимаете? Потом, наша комиссия по правам человека призывала из Польши, там, приехать туда или, там, откуда-то, там, в общем, запада разобраться. Вы съели, наверное? Да, да, вы съели. Опять тишина. Вы понимаете, здесь мы находимся в одном государстве, и естественно, что если канал работает против этого государства, он должен быть закрыт. Иначе быть не может. Вот. Вот это вопрос очень сложный. Понимаете? Если мы сейчас начнем здесь все рассыпать, то у нас ничего не останется мгновенно. Вот. Поэтому мы и предлагали на прошлом митинге резолюцию о том, чтобы нам послать общественную наблюдательную группу, чтобы там она отслеживала. Независимость. Понимаете? Со всех сторон вот эту ситуацию. Но, к сожалению, ничего нет. Понимаете? То, что Мустафа Цемелю к чему призывает, ну, извините, это вообще страшная вещь. Ну, к чему нужно? Коллега, 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 давайте не кучу. Звучат лозунги о том, что готовится новая депортация крымского татарского народа. Ну, что это такое? О создании этих батареонов, опять-таки, сопротивления. Зачем это все нужно, товарищи? Ну, его-то депортировали. Так он же пришел-то, всем он пришел, всем он ушел. Он же пришел-то для того, чтобы с украинским флагом туда. Извините, конечно. Мы лепортируем. Я напоминаю об Лана в нашем принципе. Мы очень разные, у нас очень разные. Мы делаем то, где у нас есть концепцию. У нас всей жизни. Имея искренне жать, искренне жать. И поэтому я-то его знаю, он даже встречался с ним в некоторое время. А сын ему за что сидит? А сына наркотики. Вот и все. И я был, даже видел свадьбу с его сыном. Какая была свадьба царская. Я тоже наблюдался. Ну, пожалуйста. Так что мы это все, понимаете, это надо внимательно очень отслеживать. Пропаганда была очень тяжелая. Там с детских пор людей воспитывали. Вот. Поэтому я не знаю. Аргументы. Вот. Разговариваешь с руководителем вот этой организации. Переписываешь сюда по фейсбуку, что ли. Ну, дает информацию. Опровергаешь. Вместо того, чтобы дать факты обратно, начинается восклики, вопли какие-то и так далее. Полностью. То есть диалог невозможен. Вот. Я бы рад был вот так встретиться, поговорить, но не получается пока. В «Газбухе» есть такое мероприятие. В пятницу будут проходить дебаты между двумя представителями. Две команды, по два человека. Всего там четыре партии участвуют. Видимо, это уже в преддверии каких-то выборов вот шестнадцатого года. Как-то партии, которые сейчас в оппозиции или еще даже там не зарегистрированы, пытаются себя разрегламировать. А тема дебатов интересная для нас – введение визуо-режима для граждан из Средней Азии и страны из Закавказья. Ну вот, готова узнать от такого у нас эксперта, как Марина Лившинского в миграционной проблематике. Я ее сюда сегодня сегодня приглашала. Она готова на год, готовность к эту пятницу. Если кому-то интересно это, и кто-то хочет там участвовать, послушать и выступить, в группе я дала эту ссылку. Мне кажется, зайдите, посмотрите. В группе комитет «Право» и «Снадуга». Да. А Синоник? Да. Да. Я сама что-то еще раздавалась. Это как гостиницы и 3-этажные. Это «Свободы»? Где? Там вход «Свободы». А где? В гостинице. В гостинице. Ну, Саша, я не знаю. Сама была. Конечно. Ну, там есть адрес у меня. В странице. В странице есть, конечно. Кто не в комитете, добавьте меня в фейсбук, я вас добавлю в эту группу в фейсбук. Причем я там успела прочесть аргументы тех людей, которые будут выступать за обидение такого режима. Там, конечно, абсолютно такие, ну… Мне даже страшно пересказывать. Скажем, просто идет дискриминация вот людям, чем-то не нравятся именно те граждане, которые живут на юге от России. Это будет на партии «Прогресса» и «Навальба лагерей». Можно я в комментариях дам очень короткий? Позиция и партии «Прогресса», и позиция демократического выбора «Милова», она в тенденции идет к схеме лагеря-автобус-работа. Не наоборот. То есть все трудовые мигранты живут в лагере и, соответственно, изолированы от остального России. Это гибель гастромы. Это Россия. Это просто, конечно, очень опасная. Очень опасная позиция. Совершенно никак не соответствует демократическим принципам. Потому что демократия, она связана с учетом прав большинства, не только большинства, но и меньшинства, интеграцией всех меньшинств. Ну, собственно, против этого наша позиция «Народ не хватает». Народ не хватает. Стране просто физически. Ну, это уже второй вопрос, да? Только защита. Это второй вопрос. Поэтому такая позиция очень опасная, потому что у людей смещаются представления о том, что такое демократы и о том, что такое демократическая позиция. Это смешивается с позициями националистическими. И, конечно, в этом ничего хорошего нет. Так.